Продолжение следует... Сначала всё-таки гостей представлю. Ольга Югешина, директор Кировского областного фонда поддержки предпринимательства. Добрый день. Добрый день. Наталья Поздышева, куратор проекта «Школа бизнеса для женщин». Добрый день. И Лариса Агалакова, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Добрый день. Добрый день. Как раз о проекте «Школа бизнеса для женщин» мы и будем говорить. Но прежде чем перейдём... Я весь можно каждый раз... Мы уже второй раз за последнее время собираемся говорить о бизнесе. Всегда женский состав. Меня это удивляет. Тебя это вдохновляет? Радует, вдохновляет. Да, даже в тот раз, когда мы говорили не о женском чисто бизнесе. Спасибо большое. У нас тут вот трансляция в YouTube, на нашем сайте, в группе ВКонтакте. Все могут наблюдать, какие прекрасные наши гости сегодня. Лариса Юрьевна, я попрошу вас всё-таки прокомментировать то письмо, которое и позавчера попало в паблик. Письмо от как раз Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства. Письмо, как я понимаю, направлено в торговые организации Кировской области. Но это магазины, прежде всего, торговые центры и продуктовые, как я понимаю, магазины. И в этом письме последний абзац. В соответствии с методическими рекомендациями, значит, магазин может потребовать от посетителя, от клиента, исполнять требования масочного, там, перчаточного режима. И представители организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем этого масочного режима, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Я, насколько понимаю, сейчас все в некотором недоумении, потому что никто не понимает, как это. То есть, если еще вот, ну, мы приводили, в пример, Леруа Мерлен, там понятно, туда приехали за конкретными товарами, магазин находится там не в центре города, да. Люди, которые приехали, они понимают, что да, лучше там я маску эту надену и пойду в магазин в маске, чем поеду куда-то в другое место. То в продовольственном магазине, в котором у нас там, ну, в каждом квартале не по одному, в одном тебя не обслужили, посетитель ушел в другое место. Как они могут требовать? Здесь хочу сказать, что все-таки у нас ситуация остается сложной на территории Кировской области, санитарно-эпидемиологическая. Напомнить, что у нас введен режим повышенной готовности на территории региона, и он не отменен. И в соответствии с 122-м постановлениям правительства Кировской области до отмены режима повышенной готовностью, в первую очередь, граждане обязаны соблюдать режим по обеспечению социальной дистанции полтора метра и обязаны использовать средства индивидуальной защиты в местах, скажем так, общественных. То есть это на транспорте, за исключением в такси, на общественных каких-то мероприятиях и в торговых организациях. Торговые организации, почему мы уведомили, и действительно здесь их большая роль в информировании граждан. У нас Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало методические рекомендации для того, чтобы обеспечить работу объектов торговли вот в такой непростой период. И, наверное, наша с вами общая задача как торговых организаций, так и граждан не допустить повторного закрытия торговых объектов. То есть мы, как Министерство экономики, заинтересованы, чтобы в бизнес работал, да, и в то же время мы должны соблюдать баланс здоровья наших граждан. Поэтому для граждан это обязанность соблюдать масочный режим, за который предусмотрена административная ответственность. Но никто не доказывает. У нас есть кодекс об административных отношениях, об административных правонарушениях, статья 20.6.1, где как раз за невыполнение правил поведения, приведения режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. Причем суммы идут от 1000 до 30 тысяч. Так. Вот. То, что касается торговых организаций, согласно методическим рекомендациям Минпромторга, обязанность для этих организаций провести информационную работу. А она у них проведена, у них объявления висят. Во многих по громкой связи, практически там, ну, нон-стоп, постоянно в режиме там, практически, ну, вот оно повторяется все время, это объявление, что уважаемые, посетители в нашем магазине, действует масочный режим, там, да, есть антисептики, пожалуйста, наденьте маски. Но это уже таким фоном идет, ну, никто просто не слушает. Поэтому, видимо, нужно вручную, да, постель заходит без маски, предлагать все-таки воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Тем более, если, например, там, явные признаки вирусных заболеваний, да, там, чихают, кашлят или еще что-то, конечно, нужно не допускать, конфликтов, поскольку в полномочии именно торговая организация привлечения к ответственности, это не входит непосредственно только сотрудников внутренних дел. Поэтому здесь еще раз подчеркну, как раз общая задача, ну, зачем нужно сразу же штраф, да, даже в кодексе об административных правонарушениях предусмотрено предупреждение. Граждане, да, давайте с пониманием отнестись нужно к торговым организациям, чтобы наша торговая организация, наш бизнес не стал заложниками ситуации, да, и с ухудшением эпид-обстановки, чтобы не возникла опять обязанность там или необходимость закрытию этих торговых объектов. Ну, сейчас уже маски есть и по 5 рублей одноразовые, и сами торговые организации уже предлагают, там бесплатно, оденьте. Ну, отдел вышел на улицу, снял. Вот, поэтому торговые организации информирование, информирование, еще раз информирование. Конечно, все-таки мы предполагаем, что должна быть крайняя мера, да, вызов сотрудника органов внутренних дел, это крайняя мера. А так, и как раз такой период, наверное, сложный, говорит о том, что можем мы договариваться друг с другом или не можем. Вы как-то будете проверять торговые организации на вот исполнение... Полномочия у министерства нет. Нет, нет, это, конечно, контролирующие органы, это Роспотребнадзор, это внутренние... Будут ли они? Знаете ли вы об этом? Ну, как показывает опыт этого года, то есть проверки все равно есть. Но они в отношении сотрудников, то есть приходят и смотрят, все ли сотрудники в масках, есть ли санитайзеры, есть ли объявления вот эти про масочный режим, есть ли вот эти желтые ленты, которые дистанцию в полтора метра устанавливают. Будут ли какие-то проверки именно вот, ну, зашли и посмотрели, посетители в масках или не в масках? Здесь в первую очередь, опять же, полномочия у органов внутренних дел. То есть органы внутренних дел могут зайти и посмотреть, если посетители не в маске, то с посетителями они, соответственно, уже могут там... Проводить работу. Да, да, разъяснительную работу. А в письме вот в этом сказано, что, ребята, если вы, ну, не будете, нас не услышите, ну, вы можете снова там уйти на каникулы бессрочные. Нет, такого в письме нет. Понимаете, речь идет о тех или иных ограничительных мероприятиях, они в первую очередь связаны с эпидемиологической обстановкой. И еще раз обращаюсь в первую очередь к гражданам. То есть наша с вами общая задача не допустить ухудшения ситуации, не допустить закрытия бизнеса. Мы все очень тяжело это пережили, и мы каждый день общаемся с бизнесом, каждый день они к нам приходят в центр «Мой бизнес» за той или иной мерой поддержки. И мы видим, что кому-то удалось справиться с этой ситуацией, только вроде начали вздыхать летом чуть полегче. Поэтому, ну, осень сама по себе сезонное обострение всех, скажем так, заболеваний. Ну, несложно-то одеть маску и выйти из магазина и снять ее. Да, спасибо. Я только вот сейчас быстренько статистику озвучу. По статье 20.6.1, та самая статья о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 2758 административных протоколов было оформлено в Кировской области, сегодняшние данные полиции, да. Но в отношении, это в отношении как раз сотрудников. Не людей, не граждан, не покупателей, а именно сотрудников. В отношении граждан по статье 6.3, это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 96 протоколов в отношении тех лиц, у которых были предписания на самоизоляцию и на карантин, и они их не выполняли с апреля. Ну, то есть вот цифры есть, но именно большое количество протоколов это все-таки не в отношении граждан, только сознательность. Еще немного цифр. Мы только что запустили опрос у нас в группе ВКонтакте, что делать, как заставить кировчан носить маски, варианты штрафовать, разъяснять или никуда не пускать без маски. Проголосовали, конечно, еще чуть больше 10 человек, потому что только что запустились. Большинство за то, чтобы не пускать никуда. Ну, потому что мы тоже общаемся и с коллегами из других регионов, и, да, там, в силу должностных обязанностей мы не выезжали за пределы других регионов, но у меня много друзей, которые тоже в отпуск съездили. В соседних регионах в магазин без маски не зайдешь, просто не зайдешь и все. Поэтому здесь, да, ну, не надо доходить до штрафов, не надо доводить до вызова сотрудников внутренних, делом, надо просто надеть маску и все. Да, у нас есть звонок, я так понимаю, я прошу прощения. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда, очень коротко, пожалуйста. Вот вызывать к сознательности граждан, это гиблое дело. Вот я чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что народ у нас совершенно безответственный. Во-вторых, у нас не хотят взять ответственность на себя ни губернатор, ни глава потребнадзора. Они боятся потерять свой авторитет перед населением, хотят быть хорошими для всех. И как можно справиться с этим? Нужно, например, в магазине, в автобусе, в аптеке объявить так, чтобы они отказываются обслуживать. Все, я поняла. Надежда, спасибо большое. Да, очень мало времени, спасибо. Я поняла, жестче действовать, говорит Надежда, потому что граждане наши безответственные, как дети в детском саду себе живут. Я думаю, что в отличие от весны, у них уже не звучат призывы всех по домам разогнать и никуда не пускать. Ну, потому что все поняли, чем это чревато, к сожалению, да. Хорошо, все, спасибо большое. Я все-таки надеюсь на то, что будет выработан какой-то, может быть, механизм там, да, по именно там... По взаимодействию. По взаимодействию, да, и по организации этого процесса, чтобы можно было все-таки требовать от посетителей именно в таком, ну, как бы, более жестком, что ли, порядке надевать маску при входе в общественные места. Возвращаемся к нашей теме, к теме второго нашего часа. Школа бизнеса для женщин стартует в Кирове. Так мы его обозначили. Стартует школа 6 октября. Да, вот, и в отличие от обычной общеобразовательной школы это будет не 10 лет, это будет значительно быстрее. Чуть больше месяца будут продолжаться занятия, насколько я понимаю, так ли это. Да, ну, наверное, я традиционно начну, что это очередной наш обучающий проект в рамках национального проекта поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы. Начну с того, что, да, это у нас краткосрочный курс обучающих проектов. Он рассчитан на несколько занятий. Я думаю, что более подробно кураторы расскажут. Ну, и скажу о том, что когда в 2018 году мы только первый раз начинали подобный проект, там, женское предпринимательство тогда называли, очень скептически относились, что чем там женский бизнес отличается от мужского, что практически ничем, все то же самое, что зачем это надо. Но, как показала практика, в Кировской области данный проект очень оказался востребованным. Актуальным, да? Актуальным. И сомнений включать в перечень обучающих проектов, либо не включать, у нас даже сомнений не было. В третий раз проводится? В третий раз. В третий раз в этом году. Так, давайте мы к куратору проекта, к Наталье Поздышевой обратимся. Собственно, ну вот что есть у меня из информации? Я понимаю, что вы будете набирать 90 участниц. Это все-таки женщины. Это женщины, которые уже имеют бизнес? Или это те, кто только-только начинает? У нас есть и те, и другие. То есть, если вот еще раз вернусь к этому моменту, что был скепсис относительно, что женский бизнес, зачем это отдельно выделять, мы в этом году принципиально подошли к выбору спикеров, экспертов, только женщины. То есть, опытом ведения бизнеса, бизнес-тренеры, только женщины. И когда меня спрашивают, почему нет мужчин, я говорю, что, во-первых, я сама в бизнесе, я знаю, что такое совмещать декрет рождения ребенка и бизнес. Это не один мужчина, какой бы он там гениальный бизнес-тренер не был и бизнесмен. Он никогда в жизни не расскажет женщине, которая решила стать предпринимательницей, что такое совмещать семью и бизнес. Дети в школе на дистанционке и бизнес. Ну, тут вообще все, да, то есть, по большому счету. И эта школа у нас, да, 90 участниц, 80% это те, кто хочет открыть свое дело. Это новички. Это новички, да, у которых есть свои мысли. Вот, кстати, очень много мне звонков поступало, я даже неким таким психологом даже выступала, потому что звонят девушки, женщины, которые сидят в декрете, вот таких большинство, у которых есть какая-то работа, они сидят в декрете, увидели, соответственно, материал, новости, рекламу нашей школы бизнеса, спрашивают, они и хотят, но у них очень много страхов, как и что. Я говорю, главное, не бойтесь. Вот лучше сделать этот шаг, попробовать. На самом деле, там спикер у нас замечательная, вдохновят вас на создание дела, потому что, ну, скажем так, лучше сделать, чем потом не сделать и пожалеть об этом, да. Поэтому есть такой определенный момент неуверенности, но вот это как раз школа для таких, которые есть мысли, есть желания, уже есть определенное направление, где они будут реализовываться. И 20% те, у кого уже есть бизнес, но нет предела совершенству, потому что сейчас все меняется постоянно. И что касательно каких-то юридических моментов, бухгалтерских, экономических. А если мы говорим по продвижению, скажем так, о личной мотивации, о личном бренде, это меняется практически каждый месяц. И если у тебя только бизнес на этапе стартапа, то такие знания, тем более от таких мастодонтов, бизнес-леди и нашего города, и Москвы, они бесценны просто. Давайте мы бизнес мастодонтов-то представим. Кто у нас будет в качестве тренеров? Я знаете, с чего начну? У нас открытие 6 октября. Вот если вы говорите, школа-то 10 лет, у нас это 80 академических часов с 6 октября по 13 ноября. Это все будет обучение проходить. Мы будем встречаться три раза в неделю, то есть два дня по будням после обеда и по субботам. То есть у нас такие будут обучающие блоки. И на торжественное открытие у нас приглашены, помимо Натальи Михайловны Кряжевой, министра экономической развития, поддержки предпринимательства. Из Москвы приезжает президент сообщества про женщин, Грец Анастасия, основатель этого фонда Екатерина Рыбакова. Игорь и Екатерина Рыбакова, они сооснователи Рыбаков фонд, известный миллиардер в нашей стране. Вот она как раз идеолог этого женского сообщества, где как раз женщины и девушки собираются со всей страны, обмениваются опытом как в оффлайн режиме, так и, соответственно, в онлайн режиме. И на торжественное открытие у нас также приглашены три известные бизнес-леди нашего города, которые уже имеют опыт больше 20 лет. Это Марина Владимировна Слотина, это Елена Глебовна Вербицкая и Сюсана Васильевна Аникитина Юнгблюд. Они как раз с девочками в формате такой пресс-конференции поделятся как раз своим опытом, как им это удается на протяжении скольких лет совмещать и бизнес, и семью, и рождение, воспитание детей, а сейчас еще и внуков. Я считаю, что это вообще бесценный опыт. Дальше у нас из спикеров будет понятно, что все разделено по блокам. Татьяна Максимчук, Оксана Лихачева, Екатерина Орешкович, Ольга Онищенко, Юлия Савиных, Наталья Исаева, это ораторское мастерство, то есть мы не только про бизнес, а мы еще около бизнес-тематики затрагиваем. Нинель Морозова, Вера Лихачева, Надежда Бушмелева, У вас и психологи еще. Ах, потому что без этого никуда. Страхов-то очень много на самом деле, как раз про страхи будем говорить. У нас будут и стилисты, и даже сексологи Ирина Макина, Юлия Землякова, Мария Огарева. То есть блок именно по спикерам, он очень такой солидный, интересный. Я думаю, что на самом деле интерес повышенный к этой школе, потому что обучение бесплатное. И мы еще будем приглашать как раз перед каждым обучающим блоком действующих женщин-предпринимательниц, которые как раз в формате TED будут рассказывать, как у них это все на самом деле. То есть без теории, а одна сплошная практика, какие-то лайфхаки, советы. То есть такими советами из практики будут делиться. Да, 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 потому что это важно. Одно дело, что написано в умных книгах, статьях, а другое, а как это на самом деле в жизни, тем более в городе Киры. Потому что часто очень отличаются теоретические какие-то изыскания на нашей вятской земле. Да, Ольга Владимировна, я правильно понимаю, что вот на сайте, да, областного фонда поддержки предпринимательства и программа выложена, и со списком спикеров можно ознакомиться, по своей фамилии там мы называли известные, но как бы они на слуху, но не все может быть там уже знать, кто где. На сайте центра мойбизнес43.рф, а также есть отдельный сайт по школе бизнеса бизнеследи 43. Там представлена вся программа, все спикеры и подробное описание блоков обучения. Я правильно понимаю, что регистрация там же? Регистрация на сайте бизнеследи 43. Или можно по телефону 410-410 также записаться на обучение. А девушки еще успевают или уже все, у вас квоты просто 80 на 20? Нет, вы знаете, я наверное добавлю, что у нас минимум 90. Да, может быть и больше. Да, единственное, что опять же таки, учитывая ограничительные мероприятия, непосредственно оффлайн в центре мойбизнес, у нас все равно будет ограничение по количеству участников. Поэтому кто первый зарегистрироваться на очное участие, повезет. Остальные у нас будут онлайн подключаться, в том числе из отдаленных районов. Еще раз подчеркну, что действительно спикеры крутые, спикеры и федерального, и регионального уровня, что у нас есть эта возможность. Это минимум 90. К сожалению, карантинные мероприятия нас ограничивают, потому что желающих действительно много. И еще можно зарегистрироваться через ссылочку на сайт мойбизнес43 у нас во вкладочке мероприятий и в новостной ленте, то есть по этому сайту, по этому каналу можно перейти на бизнес-леди 43. Еще вот тоже для нас от Лакмусова бумажка, когда наш федеральный сайт мойбизнес.рф подхватывает региональные новости. Это говорит о том, что и мы хорошо поработали, и спикеры интересные. И внимание привлекли. И вот тоже не успели мы разместить на нашем сайте, тут же наш федеральный сайт мойбизнес.рф. Можно еще и через него теперь пройти по ссылочке. Также проанонсировал школу бизнеса для женщин в Кировской области. Так, давайте мы еще вот что скажем, это тоже важно. Занятия будут строиться в разных форматах, я так понимаю, что и в лекционном формате будет что-то, и мастер-классы, и какие-то там разговоры. Разговоры по душам фактически, да. Какие-то обязательства на себя слушательница курса принимает, то есть она может быть потом должна будет либо бизнес-план какой-то составить по итогам, или отчет какой-то написать там, ну, дать какой-то там, я не знаю, фидбэк это называется, да, по итогам. То есть есть что-то, что обязаны будут сделать эти слушательницы, или бизнес может быть открыть? Да, конечно. Так как у нас специальная двухфазная регистрация идет, понятно, что когда такой список спикеров, да, такие бизнес-леди, у многих возникает такое ложное желание, ой, приду, поучусь, потусуюсь, да. Нет. А так как у нас ограниченное количество участников, мы к этому серьезно относимся, и поэтому отбираем только тех, у кого намерение как раз создать. Мотивации. Конечно, мотивация реально создать свой бизнес, потом написать бизнес-план, защитить его, скажем так, под управлением, скажем так, под крылом наставника, для каждой девушки будет выделен, и, соответственно, потом зарегистрировать юридическое лицо, ИП, ОООшка, то есть вот... То есть если ты зарегистрируешь, то, да? Ольга Владимировна, наверное, прокомментирует. Ну, в прошлом году у нас 40 уникальных проектов было защищено перед экспертной комиссией по итогам мероприятия «Школа бизнеса для женщин», и также выдавались сертификаты на получение льготного займа в центре «Мой бизнес». Удачным самым, по оценке специалистов в комиссии, самым удачным проектом мы предоставляли право получения льготного займа. То есть и в этом году это тоже сотрудничает? Да, в этом году также это будет реализовано, и самые лучшие проекты получат финансовую поддержку. А чтобы получить льготный займ и финансовую поддержку, здесь обязательно условие, что должен находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть регистрация должна быть в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, поэтому мотивирует участниц на самом деле на регистрацию. А в этом году у нас еще как бы интереснее, то есть можно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, но оформить налог на профессиональный доход, то есть быть самозанятым. То есть это будет такой щадящий режим налогообложения. Не 13%, а 4%. Да, да, совершенно время. При этом будет статус индивидуального предпринимателя и возможность получить льготный займ от Центра Мой Бизнес, от Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимателя. Насколько большой можно получить объем поддержки? Сумма по сертификатам у нас до 500 тысяч, но, как правило, проекты, они в принципе в эту сумму и укладываются. Это для начинающих. А если действующий предприниматель, то здесь уже до 5 миллионов. Ну там, мне кажется, уже в индивидуальном порядке, наверное, обсуждается это все, если большая сумма. Еще, наверное, Ольга Владимировна, скажите по ставкам для женщин, какие у нас интересные ставки. Ставки для женского бизнеса сейчас 4,25. Это ключевая ставка Банка России на сегодняшний день. А если женщина зарегистрирована в моногороде, у нас 11 монотерриторий в области регионе, то ставка половина ключевой. Это 2,125. Ну это очень хорошие условия. Да, на самом деле женский бизнес – это один из приоритетных направлений именно эконом-развития России, которые устанавливают такие льготные ставки. Пока ключевая ставка Центробанка невысока, надо пользоваться на самом деле. Это ведь годовых, мы говорим о 4% годовых. Поэтому если женщина, например, из Кирова-Чепецка, а Чепецк у нас моногород, я думаю, что слышат, наверное, женщины из Чепецка, то это 2% годовых. Слушайте, а давайте мы сопоставим. Обычно банк, например, на каких условиях может поддержать начинающего предпринимателя? То есть вот если здесь льготная ставка 4% с хвостиком, то в банке обычно под какой процент выдаются? Ну вообще по банкам, по стартапам ситуация как бы сейчас тоже, как у них требования есть к срокам ведения предпринимательской деятельности, как и у нас, в принципе, на сумму свыше 500 тысяч рублей. Поэтому здесь уникальное предложение для тех, кто еще только-только зарегистрировался, он может получить пусть и сумму ограниченную, но все-таки получить ее, не имея при этом… Репутации какой-то, да, там и бэкграунд делового бизнеса. Вообще срока регистрации своей деятельности. Я хотела спросить, вот не первый год же вы проводите такие курсы, как, по-моему, с предыдущим годом поменялся состав спикеров и, может быть, набор идей, которые мы хотим дать женщинам, и что им стало не нужно? А ответить на этот вопрос мы попросим после небольшой рекламы. Программа «Дневной разворот» продолжается. Ольга Елгешин, Лариса Агалакова, Наталья Поздышева. В нашей студии говорим о программе «Школа бизнеса для женщин», которая стартует в Кирове 6 октября. На перерыв выходили с вопросом, да, а вот что с предыдущими участницами, какие проекты они реализовали и реализуют сейчас, участницы двух предыдущих курсов. И, собственно, тут вот сейчас, прямо перед выходом, нам сказали металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство. Не надо думать, что женский бизнес – это только маникюрный салон. Да, совершенно верно. Вот по опыту двух проектов сейчас будет третий. На самом деле, некоторые женщины у нас участвуют не первый раз, второй, посмотрим, может быть, заявятся и третий. Мы уже всех знаем, всех выучили наших учениц прекрасных. Хочу сказать, что у нас, конечно, таких ограничений нет, но все равно задача уникальных субъектов малого предпринимательства, тех, кто ни разу не занимался, в этих учащихся проектах поучаствовать. Спикеры у нас меняются, но некоторые спикеры, которые зарекомендовали себя, которые готовы еще раз поучаствовать в проектах, они повторяются. Например, Екатерина Орешкович, она в прошлом проекте тоже была спикером, наставником, видимо, и ей этот опыт понравился, и женщина, поэтому она у нас тоже принимает участие в данном проекте. А проекты, действительно, они настолько разные, то есть вообще не перестаешь удивляться нашим женщинам, которые выносят на защиту. Это и 3D-обработка на 3D-принтере, такие интересные. Сейчас у нас связи уже, Ирина Калинина. Да, это и швейное производство. Это не только, это вот от, наверное, изделий для новорожденных, то, помните, у нас были производства чанов деревянных, домов деревянных, то есть это все женщины, и не только они в партнерстве, там, например, там, семейный бизнес с мужьями. Нет, действительно, там, сами по себе открывают бизнес, и бизнес в разных сферах. Грузоперевозки у нас тоже был успешный проект, защищен. Дальнобойщики? Да, да, да. Крички, плечики, ровчанок. Почему мы и говорим, что действительно вот у нас на Вятке в нашей области удивительные женщины, которые действительно настолько активны во всех сферах жизнедеятельности и не уступают по конкуренции мужчинам, вот это точно. Так что хочется побыть слабо и нежно, но их бы все горят, и кони носятся. Ирина Калинина с нами на связи, ты участница обучающего проекта «Женское предпринимательство» еще в прошлом году он назывался, да? Прошлого года студия как раз 3D-принт, насколько я понимаю. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Да, Ирина, скажите, пожалуйста, вы ваш бизнес запускали уже после того, как прошли обучение на курсе или раньше? Вот этим, на самом деле, занимался мой супруг как раз, и я хотела продвинуть все это, помочь ему в продвижении. Поэтому начиналось у нас все до этого, но заказов было не так много. После того, как я именно прошла обучение в школе бизнеса для женщин, да, большое спасибо фонду поддержки и предпринимательству Кировской области, огромная благодарность. После этого, конечно, заказов стало гораздо больше. Кроме того, мы вышли на новый уровень, мы стали еще планировать такие кружки, мастер-классы по обучению детей рисованию 3D-ручкой, что тоже поспособствовало именно как раз обучению в школе бизнеса для женщин. То есть вы новое направление еще нашли, получается, образовательное? Да, да. Это как раз вот у меня наставник была, Екатерина Орешкович, и как раз на эту тему-то она и, так сказать, навела. Это ей большая благодарность. Насколько я помню, мама многодетная. А какие знания, Ирина, были самыми ценными, которые привели к росту заказов, или идей каких-то появлений новых? Это, конечно же, и обучение, вообще подача информации в соцсетях. Это обязательно, конечно же, и разные материалы по написанию маркетинг-плана тоже. Тоже большая, так сказать, возможность в этом появилась. То есть просчитать еще все на будущее. То есть мы прямо защищали именно вот эти бизнес-планы, расчеты, все эти делали тоже очень. Хоть это было не просто, но очень интересно, тоже пригодилось. Дальнейшие были знания по юридическим аспектам тоже. Ну, в принципе, там каждая тема была важна. И все это мы, естественно, применили, и это пригодилось. Ирина, скажите еще, пожалуйста, в период пандемии вы же стали изготавливать защитные пластиковые краны. Расскажите вот еще об этом нам. А, это вот как раз предприятие Ирины, да? Да-да-да. К нам обратились волонтеры в Кировской области с целью помочь напечатать вот эти щитки. Мы, естественно, откликнулись и решили помочь в такое непростое время. И тоже на безвозмездной основе все это делали, помогали. Да, Ирина, скажите, вот еще история вообще. 3D-принт – это такая, ну, какая-то технологичная очень штука, да? А что вообще люди у вас заказывают? То есть вот зачем, с чем к вам приходится, с какими заказами? На самом деле сфера применения, хоть и очень обширная, это не только какие-то вот шестеренки, поломанные детали, которые не купить отдельно, да? Таких очень много заказов. Вот, например, заказов поменьше – это серия, так сказать, интерьера домашнего. То есть это и различные вазочки, и светильники индивидуальные с надписью, и подставки под украшения. Это мы больше делаем, так сказать, на подарки. А все-таки для нашей области больше характерны именно заказы полезные. Ну, понятно. Именно с какой-то, да. Запчасти, запчасти какие-то. У меня брат просто заказывал какую-то деталь для наушников как раз вот в студии 3D-печати. Говорил, что если ее заказывать в Китае, эту деталь, она будет стоить 2,5 тысячи, и идти будет полгода, учитывая карантин. А здесь, опа, такая возможность, и обошлось это что-то как-то, ну, совсем недорого. Ну, и плюс ведь новые технологии, смотришь. Я вот видела, как работают эти принтеры. Это, конечно, потрясающее зрелище. Ирина, спасибо большое. Мы желаем вашему бизнесу роста и удачи. Ирина Калинина с нами была на связи, участница обучающего проекта «Женское предпринимательство» прошлого года. Ну, вот Ирина пришла не со своей идеей, там, да, и с бизнесом семейным, но, тем не менее, после полученных знаний, там, да, бизнес развернулся, и даже новые направления образовательные для себя нашли. Мы видим на глазах, как растут у нас предприниматели, когда начинаются вообще с бизнеса на дому, потом берется помещение, обращаются за займами, потом их на выставки принимают участие в наших каких-то мероприятиях, между собой взаимодействуют. И как, конечно, на защите горят глаза у наших бизнес-леди, ну, это, наверное, отдельное удовольствие просто. Я вот общалась, да, с девушками. Видишь, да. Они приходят, правда, с горящими глазами, и ещё очень многие опять рассказывают про то, что они друг друга поддерживают. То, что говорили, у всех есть страхи, они столкнувшиеся вместе, там, прям, ну, это какой-то синергетический, видимо, эффект. Ещё элемент нетворкинга. Представляете, 90 девушек, женщин, они познакомятся обязательно друг с другом. Возникают какие-то идеи совместного бизнеса, совместного продвижения, мы тоже будем об этом говорить, кросс-маркетинг, да, какой-то коллаборации всевозможной, сейчас это один из трендов. Поэтому прямо такая сила женская, энергия, она же ни с чем не сравнивая. То есть, мне кажется, как могут женщины взаимодействовать, особенно в бизнесе, наверное, ни одному мужчине не снилось. Вот, а ещё очень хорошая история, это как раз вот с тем, что условия, это всё-таки защита, да, бизнес-плана. Это же, ну, можно тоже рассматривать как возможность, когда ты ещё под наставничеством действующих предпринимателей сможешь проработать вот этот бизнес-план, и тебе укажут на все твои ошибки, и все там какие-то тонкие моменты ты можешь сразу же вот на старте уже отбросить. А кто ещё только задумывается, им ведь юридические аспекты все рассказывают. То есть, в чём преимущество осуществления деятельности как индивидуальный предприниматель, в чём преимущество выбора там как общество с ограниченной ответственностью, или, может быть, сразу там замахнётесь на акционерное общество. То есть, все вот юридические тонкости, да, какую организационно-правовую форму для ведения бизнеса выбрать. В какой сфере лучше выбрать. Да, в какой сфере. Какой выбрать режим налогообложения, то есть, ваш вид деятельности подпадает под патентную систему, под упрощённую систему, или вот в этом году выбрать режим налога на профессиональный доход как самозанятый. То есть, все эти нюансы, плюсы, минусы того или иного режима, соответственно, и расчёты в бизнес-плане. То есть, вот я выбрал, например, упрощённую систему налогообложения, у меня будут такие-то затраты, такие-то налоги. То есть, это не просто какая-то игра и какая-то тусовка, это действительно обучающий проект, где рассказывают о проблемах, о рисках. То есть, не всё радужно, да, в бизнесе. И действительно, действующие предприниматели, действующие спикеры, они рассказывают о тех сложностях и проблемах, с которыми они столкнулись, как они их преодолели и как они развиваются дальше. И сейчас в условиях пандемии тоже уже определённый этап пройден, тоже поделятся предприниматели, как они, да, некоторые мы видим даже вот по нашим мерам поддержки, что некоторые это как раз и даже сработали в плюс. Некоторые действительно просели там в бизнесе, но нашли какое-то другое направление. Но есть сферы, которым на руку сыграла вся эта история с карантинами. Кто-то сумел просто перестроиться и правильно... Да, тут интересно будут кейсы, на самом деле, после вот такого сложного полукодового периода, как вышли из этой ситуации, поэтому... А вот смотрите, есть вот новый запрос, там, рассказы о коронавирусе, есть юридические аспекты налогообложений, которые, ну, вечные темы. Есть что-то, что ушло, перестало быть востребованным. Да, мы всему научились или отпала некая проблема какая-то вот... Такого вряд ли будет. У нас всё сейчас меняется, законодательство, рынок, тенденции абсолютно как бы все меняются постоянно, и все темы, они... Каждый год, она в любом случае остаётся актуальной, потому что есть ряд изменений, и вот то, что касается продаж, личного бренда, мотивации, они актуальны всегда, да, там изменения очень часто происходят. То есть плюсом ещё сверху будут добавляться только там стилисты, сексологи, и те, кого мы ещё не знаем даже. Ну, это у нас точно впервые, да. Это новый взгляд. И участие нашей Натальи Исаевой тоже, это впервые в таком проекте, поэтому нам даже вот самим очень интересно... Что из этого получится. Да, да, да. Спасибо большое нашим гостям. Мы программу «Дневной разворот» на этом завершаем. Ольга Елгешина, Натали Поздышева, Лариса Агалакова были в нашей студии. Мы говорили о проекте «Школа бизнеса для женщин». Проект, я напоминаю, реализуется при поддержке Минэкономразвития России, правительства Кировской области, Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. И это национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Спасибо. Либо на сайте областного фонда поддержки предпринимательства, на бизнес-леди 43.ru. А, .рф, точно, да. Можно посмотреть и программу, познакомиться со спикером, ну и регистрируйтесь, конечно. Времени осталось мало совсем. Программа «Дневной разворот» на этом завершается. Мы с Ольгой Болезиной прощаемся. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин